Ребята, это Настя. Это одно из моих видеоэкспериментов. Я настолько, настолько мне некомфортно снимать такого рода видео, потому что у меня нет каких-то информации важной, которые я вам хочу передать. Я просто хочу поболтать. И я за последние два года настолько отвыкла вести канал, вот как блог, да, чисто от себя и больше как рупор науки для вас, что мне так… В общем, посмотрим. Я хочу экспериментировать. Однозначно я хочу экспериментировать, вот. Поболтать я с вами хотела о том, что для меня сейчас насущно. Для меня сейчас насущно делать всё, чтобы понизить уровень своей нервозности и избавиться вот от этой автоматической реакции моего организма, нервничать из-за всего, быть в постоянном напряжении, как-то режим дня вернуть в человеческий. Потому что я сейчас начинаю видеть, что я просто какой-то американский робот. И заранее хочу сказать, что я не хочу винить свой американский опыт или американскую культуру во всех неправильных решениях, которые я принимала за последний год. Это были мои абсолютно решения. Ну просто да, они с той стороны океана чуть больше, чем мы здесь в Европе работаем, и я слишком вдохновилась. Вы знаете, что я этот канал начинала, потому что у меня были собственные проблемы с выгоранием и параллельно с прокрастинацией, с ленью, с неорганизованностью. Я искала для себя ответы на вопросы и, по ходу, делилась ими с вами. И я однозначно за пять лет решила свои проблемы в организации. И, наверное, в чём-то, может быть, даже перегнула палку в последний год. И я особенно это вижу по своему утру. Если вы посмотрите трёхгодичные давности мои видео, то у меня была какая-то утренняя рутина — подъём, бег, разминка, растяжка, контрастный душ, завтрак. Я себе готовила, читала, медитировала. Короче, был какой-то буфер. И over the years, как бы с годами, я его всё сужала и сужала и сужала, чтобы прийти к тому, чтобы как можно быстрее проснуться, выскочить из кровати и начать быть продуктивной как можно скорее, чтобы как можно больше сделать успеть за день. И, наверное, вот первое… Ну я очень много вещей сейчас изменила, но вот одна из вещей — это то, что я вернулась себе утро, и я опять начала бегать, например, по утрам. У меня есть контрастный душ, я медитирую после этого, я завтракаю дома. Кстати, завтракаю я преимущественно овсянкой теперь, потому что пока я была вот во всех этих пятнах, я ела практически только овсянку — ещё варёную картошку и чуть-чуть хлеба. И вы не представляете качество моей кожи. То есть у меня не просто окна не было, у меня стали поры меньше, у меня стал морщин, у меня более натянутое лицо стало такое, более какое-то youthful, молодое. Короче, очень классно на меня влияло. Я не думаю, что, типа, только овсянка — это просто хорошее питание и тот факт, что я меньше ела. Но да уж. Короче, теперь я завтракаю овсянкой практически каждый день. Кстати, вот это моё утреннее расписание. Оно… Ну я пытаюсь вернуть то, что у меня было после финансовой трансформации личности. Помните, или тренинг по самодисциплине? Как иронично, что у него как раз-таки тренинг по самодисциплине — у него комбинация западного подхода на продуктивность и какого-то восточного подхода на качество жизни и всё такое. Но я оставила только продуктивность и выкинула вот эту всю восточную часть, где нужно, кроме всего прочего, любить своё тело и себя, и давать себе возможность жить, а не только быть продуктивной. Вот поэтому, конечно… Да, если бы у меня было этим летом… У меня же просто класс будет How People Learn. Помните вот этот, который Цукерберг Гарварду в моей школе at school подарил? И 300 человек были выбраны, чтобы проходить этот курс. И мне повезло. Я в числе этих 300. Поэтому 12 июня у меня начинается этот курс. Вот. И он по 20 часов в неделю. Если бы не это, то я бы взяла, наверное, финансовую трансформацию ещё раз. Именно не из-за продуктивности, а из-за той части, где… Как иметь meaningful продуктивность? Продуктивность, которая не подчиняет все другие аспекты твоей жизни. Ну, по крайней мере, сейчас я так его помню и вижу. Кстати, сам тренинг… Я не помню когда, но скоро будет в ближайшей неделе у Ильи. Я вам напишу здесь даты. Но, кстати, у Ильи будет завтра… Завтра, сегодня… Ну то есть я это в четверг видео выпущу. То есть в тот же день, когда оно выходит, в четверг будет трёхдневный абсолютно бесплатный интенсив тоже по организации. Мне нравится, что у Ильи всё время вот эта красная нить — это твои истинные цели, что ты слушать себя, что для тебя действительно важно, что для тебя нужно. Короче, такого рода. Я сама записалась, я вам оставлю ссылку внизу, если хотите записаться. Это совершенно бесплатно. И я знаю от него, что так как они уже не раз делали эту вещь, и он уже сам по себе как тренинг по качеству. И это последний раз, в общем, когда оно будет бесплатно. Так что записывайтесь, если успеете. Sorry, что я абсолютно в последний момент вам это говорю. Может быть, кто-то из вас скажет, что вот если твоя утренняя рутина сейчас занимает два-три часа, то сколько же у тебя остаётся времени на то, чтобы заниматься полезными делами? И это другая вещь, от которой я много сейчас думаю. Я чуть-чуть почитываю историю. Откуда у нас вообще взялся восьмичасовой рабочий день и пять дней в неделю? Мне просто интересно, стоит ли за этим какие-то научно обоснованные рекомендации? Почему у нас два выходных? Почему мы работаем восемь часов в неделю? И на самом деле история из XIX века идёт, из английской индустриальной революции. Люди тогда работали шесть дней в неделю по десять-шестнадцать часов. И как же его? Роберт Оуэн, по-моему, этот социалист и индустриалист, и социалист — один из основоположников, он лоббировал за то, чтобы люди работали пять дней в неделю, восемь часов в день. И мне кажется, что это более идеологическая у него была позиция, что баланс жизненный — это восемь часов ты работаешь, восемь часов ты спишь, восемь часов отдыхаешь. Просто это как красивая идея, но не обязательно, что за этой идеей действительно стоит, что вот восемь часов — это пик нашей продуктивности. И я стала в новостях смотреть, потому что где-то недавно мне попалось, что в Швеции они делали… С 2014 года, по-моему, в каком-то городе Гётебург, если я не ошибаюсь, они делали эксперимент. Они — это правительство целого города, где служащие правительственные работали по шесть часов в день. И насколько я поняла, по их результатам люди больше могут… реально производят больше стресс, ниже качество… не качество, а employee commitment. Как бы насколько человек реально посвящён этой компании, доволен этой компанией и собирается уходить, становится выше. В Англии, например, сейчас другой эксперимент делают. По-моему, как раз… как раз пару дней назад была новость такая. В одной компании они предлагают перевести людей с пяти дней… с пятидневного рабочей недели на четырёхдневный, но добавить по часу. То есть ты, может, девять часов, а не восемь работаешь, но пятница, суббота, воскресенье у тебя трёх выходных. И мне нравится вся вот эта тема, потому что ведь действительно мы не знаем, что пять дней в неделю — это оптимальное количество не просто для нашего здоровья, но и для нашей производительности. Это очень интересная тема, потому что когда-то мы шестнадцать часов работали, шесть дней в неделю. Почему нет? Почему это не ввести сейчас нормой? Вот. Короче, я это к чему? Я однозначно могу сказать, как и очень многие люди, что если бы моё время было ограничено, я знала чётко, что у меня есть пять или шесть часов в день, и это всё. Больше я… В другие часы у меня нет возможности работать. Я уверена, что я бы успела то, что я размазываю на двенадцать часов. В общем, поэтому я пока пытаюсь работать как бы в день, быть продуктивной два и два часа. Вот после моего такого достаточно медленного утра я иду в какой-нибудь кофешоп. Сейчас я иду уже в чайный шоп, потому что одна из вещей, которую я делаю, я не пью кофе. Беру свой чай и на протяжении двух часов очень концентрированно работаю. И действительно, я не отвлекаюсь, мне легко собраться, потому что я уже такая достаточно отдохнувшая, расслабленная после своего утра. И по истечению этих двух часов я действительно уже чувствую усталость, и что я начинаю тормозить, быть неэффективной, отвлекаться, и я прекращаю. То есть я ем, например, и иду пешком домой. Как-то то всё. Два часа в течение… Ну вот днём проходит, я какими-то другими делами занимаюсь. Там даже если я дома серию посмотрю или что-то такое. И потом у меня наступает второй пик, когда я ещё два часа могу быть очень продуктивной и собранной. Вот мне интересно, ребят, что вы думаете про такое расписание? Вам кажется, что это блажь и, типа, люди маются непонятно чем занимаются, что серьёзные, ответственные люди работают восемь часов? Или вам тоже кажется, что если бы… Например, если вы на кого-то работаете, если бы вы не вынуждены были находиться там восемь часов, то вы могли бы сделать всё, что вы обычно делаете за восемь часов, за четыре, ограничив походы на кухню коллег и там зависания в интернете. И ваше качество бы не пострадало, а может быть, даже вы более сфокусированными были. Мне искренне интересно, что вы думаете на этот счёт вообще по всей этой теме. Должны ли мы работать восемь часов? Стоит ли с этим эксперимент или экспериментировать? Так что напишите внизу, если у вас мнение есть. Что касается утреннего бега, мои гарминовские часы… Я опять достала. Сейчас так тяжело бегать после полуторагодовой передышки. Я половину бегу, половину иду. И самое главное, как и во всём сейчас, я себя не перенапрягаю. Один круг… Дочнее, нет. Я ориентируюсь на то, что мне… Чтобы уйти с бега в тот момент, когда мне хочется ещё чуть-чуть пробежать. И то же самое вечером перестать работать в тот момент, когда мне хочется ещё чуть-чуть поработать. Я об этом всегда говорила на канале, но давно перестала этому следовать, что если откладывать дело, когда тебе ещё чуть-чуть хочется его поделать, то утром ты встаёшь с зарядом. Не со стрессом, что тебе опять в эту кобуру и опять новый день, а с… Вот я вчера что-то интересное не доделала, сегодня хочу начать. И я очень хочу вернуться к такой жизни, которая у меня была раньше. Ещё я не пью кофе. Точнее, как? Я его пью, одну-две кружки в неделю. Хотя я разговаривала с неврологом, и он мне сказал… Было интересно… Я ему сказала, что у меня очень сильно дрожали руки этой весной. Я реально, ребят, я была в Милане, когда… Это ещё было до того, как я вам стала всё рассказывать, как я себя плохо чувствую. Я была в мае… В апреле в Милане. Я стояла в Urban Outfitters, и я мерила кольца. И я посмотрела на себя в зеркало, ну как-то обратила внимание на свои руки. И у меня просто вот… У меня тряслись руки. Я… Я была в шоке увидеть себя вот такую в зеркале. И это потому что я, естественно, гуглила, типа, как тремор, там, Parkinson's выглядит или что-то такое. Люблю я искать всё заболевание. Но, в общем, когда я была у невролога, то он меня попросил так вытянуть руки и закрыть глаза. И посмотрела на мой тремор, который сейчас, ну, гораздо меньше. Потому что… Я думаю, что… Отчасти потому, что я перестала пить немереное количество кофе и чая. В моём случае это было три-четыре кружки кофе в день и кружек десять чая в день. Вот. И он сказал, что это просто вот этот, знаете, essential tremor, который у всех людей есть. И он сказал… Я не помню, как он меня назвал, но какое-то типа два типа тела. И моё… Оно более возбудимо, если я использую стимуляторы. И он мне сказал, что одну кружку кофе утром и одну кружку чёрного чая после обеда — это всё, что мне нужно. Ну мой максимум. Я сейчас хожу не в кофешоп, а в тишоп. И в тишопе я пью успокаивающий чай. Он так и называется, калминг. Делают как бы его холодным. И очень вкусно. Это как ледяной чай без сахара. Плюс ещё и без кофеина успокаивающий. Кстати, мне надо купить целую пачку. Я вам покажу, какой я потом куплю. Вот. Я этим заменила… Потому что первое время… Реально недели три я не знала, куда себе деть. Потому что в кофешоп я не пойду. Я сладкое особо не ем теперь. Ну, может, через день или через три дня. Там, булки особо не ем, кофе особо не пью. И мне неудобно. Раньше я ходила, но я всё время что-то покупала. А когда ты приходишь, и ты реально там одну воду взял с пузырями или без пузырей, и всё. Вот. Поэтому я рада, что я для себя открыла тишопы теперь. Ещё я пью валерьянку. И я не знаю. Вот невролог мне тоже сказал продолжать пить её в течение двух месяцев так сильно. А потом… А потом он мне сказал ему написать, как будет моё состояние. Вообще, обычный врач мне даже предложил антидепрессанты, но я не хочу. Поэтому я, кстати, хотела очень сильно вернуться к бегу, потому что я знаю. Я же знаю всё, знаю. Я же канал делаю, ничего не исследую, но знаю, что бег для слабой клинической депрессии у него лучший эффект на депрессивное состояние, нежели фармакологическая терапия, ну медикаментозная терапия. Вот. Поэтому я хотела начать бегать, чтобы это мне помогло с моим беспокойством. Но валерьянку я также пью. В то же время, если я на англоязычных как бы Google Scholar ищу источников про эффективность валерьянки, то пишут, что не доказано, что она как-то влияет именно на беспокойство. Но может быть, она работает как пласибо. Даже если это пласибо, я этому абсолютно рада, как бы она ни работала. Ещё, ребят, прошло два года с моего видео про медитацию. Да, наверное, года два прошло. И меня на протяжении всех этих двух лет всё время спрашивали, «Ну что, Настя, ты начала медитировать? Ну что ты медитируешь?» Я такая, «Нет, это у меня как-то не прирослось, не стало моей привычкой». Ребята, я, наверное, уже месяц регулярно медитирую. Регулярно — это несколько раз в день. Однозначно вечером, чаще всего и утром, ещё и днём. Я использую приложение Calm для этого, и я оттуда всё беру — anxiety meditation, там sleep meditation, stress meditation — всё-всё делаю. Первые недели, когда я делала, ну там уже надо чувств… как бы обращать внимание на то, как чувствует… Ты себя чувствуешь, твое тело себя чувствует. И я… Знаете, я же рассказывала, что у меня вот это… Ну время от времени возвращается это чувство, что у меня что-то в горле застряло. И как только у меня оно приходит, я делаю медитацию, и мне через три минуты легче становится. Но я чувствую anxiety, беспокойство, напряжение. Вот я чувствую напряжение от живота до отсюда. Это так интересно. Именно когда делаешь медитацию, то ты чувствуешь, где у тебя всё это напряжение стоит, и оно у меня именно здесь. И, конечно, реально, чем больше ты делаешь, тем тебе легче становится. Ну я настолько довольно… Жалко, что мне нужно было упасть так низко, чтобы прийти всё-таки к тому, к чему я хотела два года прийти. Но я очень рада, что теперь у меня есть медитация. Если я вдруг чувствую себя нервозно или что-то такое, то я сразу же calm, позу, и через 10 минут мне гораздо лучше. Ещё сон. Я не использовала будильник, наверное, месяца полтора уже. Буквально были считанные разы, когда мне надо было рано посроснуться, когда мне надо было куда-то ехать. И не то, что я в другие дни не рано просыпаюсь, просто мне не нужно было быть уверенной, что я проснусь в это время и заводить будильник. Ещё месяц назад я спала, я могла заснуть там на три часа, и потом я просыпалась в три, в четыре, в пять, в шесть, в семь. Это не очень хороший сон. Вот. И мне кажется, валерьянка — это одна из тех вещей, которая… Ну сейчас я практически никогда ночью не просыпаюсь. Могу спать до утра, но я стабильно часов от шести тридцати до семи тридцати просыпаюсь. Мне не кажется, это что-то положительное. Мне кажется, всё равно, что это какой-то ещё нервозная вещь, потому что даже если я в час или в два лягу, я всё равно просыпаюсь в шесть тридцать. Вот. Но что мне вот невролог сказал, с которым я говорила, что мне нужно настроиться и ложиться до десяти вечера, что вот этот сон с десяти до двенадцати, он гораздо качественнее и важнее для нашего отдыха, чем тот сон, который идёт после двенадцати, и что девять часов с двенадцати до девяти не то же самое, что девять часов с десяти до семи. Вот. Это я ещё не начала делать, но вот прямо вчера пыталась, не получилось. Сегодня буду пытаться, может быть, сегодня получится. Если вы за мной на инстаграме следите, то вы заметили, что мы опять начали ездить на природу. Когда два года назад… Сколько я здесь живу? Уже пьяни? Два или три года? Но до переезда мы не вылазили с природы. Весь мой инстаграм, если пролистать туда глубоко вниз, все фотографии зелёные, потому что вся моя жизнь, всё моё свободное время было занято походом на природу, и у меня было, очевидно, достаточно свободного времени, чтобы там всё время были. А сейчас… Ну я не знаю. Я не знаю, где тот был момент, когда мои будни превратились в то, во что я их превратила. Вот. Постоянное сидение за компьютером. И при том даже то свободное время, которое у меня было, потому что я была уставшей, я или фоном смотрела образовательные видео, или просто тупила и что-нибудь так смотрела. Но чаще всего это были какие-то образовательные видео. Вот. Поэтому… Кстати, ещё одна вещь. Мы же Circle. Помните, я вам рассказывала? Это классная штучка от Disney Circle, которая ограничивает тебе интернет в определённое время суток на всех устройствах, которые именно тебе принадлежат. То есть у Ромы в одно время интернет отрубается, у меня в другое время. На Netflix, например, вообще не отрубается. Ну вот можно. Очень удобно сделать. Если вам нужен контроль над интернетом для именно семьи с разными правилами, это лучшие 100 евро, которые вы потратите. Но мы, к сожалению, им попользовались несколько месяцев, а потом всё время надо было вечером работать или учиться, и мы его отключили. И вот сейчас мы к нему опять вернулись, чтобы после семьи у нас не было никакого интернета, кроме как если хочется посмотреть фильм. С этим у меня никаких проблем нет. Я никогда никакие фильмы не зависаю, не смотрю, так что этого я не боюсь. Ну и также я просто стараюсь какие-то активности делать, вот пазлы собирать. Хотя я купила просто ужасно сложный пазл. Я вот не знаю, новые покупатели пытаться дальше с этим бороться. Или мы купили вчера фрисби, и сейчас, после того как я запишу это видео, мы пойдём и поиграем в него. В общем, интересный у меня такой сейчас период в жизни. Вы знаете, я никогда, никогда в жизни не осуждала никого, кто по жизни как бы не особо напрягается, ничего не делает. Я ничего по поводу этих людей не думала, у меня дела не было, и было всё равно. Но когда я о себе думала в таком ключе, я просто всегда думала, что я не тот человек, что я другая, что мне вот нужно забивать каждую свою минуту бодрствования чем-то позитивным, что я не люблю хэнгаут. Знаете, как наверняка вы читали на форумах или где-то, люди часто пишут, что я люблю только активный воздух, я не люблю тупить на пляже или что-то такое. И мне кажется, у нас во всех есть какая-то идея идеального себя. Почему-то нам кажется, что вот… Не знаю, что… Вот мы такие, а сейчас мне бы очень хотелось потупить где-нибудь на пляже целый месяц. На самом деле, я бы очень хотела поехать в Грецию, потому что я там всегда невероятно отдыхаю. До прошлого года мы девять лет подряд ездили в Грецию на целый месяц. И да, это мне очень помогало восстановиться. Реально, потому что месяц — это… Мы к десятому дню вот с Ромой всегда начинали чувствовать, что нас вот этот стресс рабочий отпускал. К концу второй недели ты реально чувствуешь, что ты начинаешь расслабляться. И потом уже третья неделя — полностью релакс, а уже к концу четвёртой, да, ты начинаешь скучать. Но нужно вот эти вот полторы-две недели, чтобы тебя только отпустило. А большинство людей вообще ездят на одну или на две недели. Я не знаю, когда их отпускают. Вот. Но в прошлом году из Америки у нас не получилось. И в этом году тоже. Я всё ещё как-то посматриваю на билеты, но я думаю, что у нас не получится, потому что очень много вещей надо здесь сделать перед тем, как переезжать на другой континент. Вот, ребята, это всё, что я вам пока хотела сказать. Может быть, вот этот трёхдневный интенсив или ещё какие-то мне мысли к концу выходных добавит, я его как раз буду смотреть из спа. Это, кстати, да, ещё одна из вещей, которых мне врач очень советовал — это начать заниматься плаванием и ходить во всякие спа. И мы забукировали на четыре дня на эти выходные спа-отдых в Мюнхене. Так что мы туда едем, ну, на озере Бавария. Вот. Я оставлю ссылку. Если вы это ещё в четверг смотрите, то вы ещё можете успеть записаться на этот интенсив. Он бесплатный, как я сказала. Я вам оставлю ссылку внизу, и он будет три дня идти онлайн. Если вы это позже смотрите, но где-то до середины июня, то посмотрите на сам тренинг «Финансовая трансформация личности». Потому что на интенсиве там как раз будут ценности, приоритеты, как ты можешь посмотреть на себя со стороны, посмотреть, какие у тебя проблемы есть, наметить их решения. И то, что я сказала, что вот у Ильи… Интересно, тренинг называется «Финансовая трансформация личности». Но по факту это тренинг самой дисциплины с хорошей такой частью качества жизни, куда как бы дисциплинированно мне «sacrificing» качество жизни. Я два раза проходила этот тренинг. Я говорила раньше, что будет время, когда я захочу пройти его ещё раз. Потому что такие вещи вот менторские, они ослабеваются временем. И мне именно нужна вот та часть качества жизни, которую этот тренинг несёт. Не просто, знаете, работать ради работы, потому что так я себя вижу в жизни. А вот какие другие аспекты жизни для меня важны. В общем, anyhow. Просто посмотрите, он очень классный. И я никогда не боюсь вам его рекомендовать, потому что Илья даёт шестимесячную гарантию возврата от платы за тренинг. Это вот тот длинный FTL. Если вы по истечению шести месяцев… Вот вы делали все домашние работы, которые нужно там каждый день делать в этом тренинге, и в течение шести месяцев не увидели изменения на свою жизнь, то он возвращает деньги обратно. Потому что у него было тысяча студентов уже, и единицы, единицы там у них как-то не сложилось. Но тысячи людей… Ну я просто объясняю, как он может позволить себе давать такую гарантию. И почему я всегда говорю «идите сюда». И раз в месяц кто-нибудь мне пишет «Настя, спасибо за FTL». Прошло несколько месяцев, и это потрясающе. Так что не пропустите эту возможность. Он их, наверное, пару раз в год делает. Я не знаю. Я когда с ним встречаюсь, то иногда про некоторые из них я знаю, про некоторые не знаю. Но вот этот будет сейчас в июне. Вот. Это всё, ребята. Я пошла бегать по лужайке за фрисби как собака, висеть на перекладине, что хорошо для моего позвоночника. А ещё я на всякие массажи записалась. В общем, висеть на перекладине, ходить по перекладине, чтобы заниматься тем, чем люди нормальные занимаются, а не просто сидеть за компьютером. Тем более, что через пять минут у меня отключится интернет. Е-е-е-е! Всё, пока! Увидимся в следующей неделе!